всем привет еще раз 8 января пивная пятиминутка или ну как вы видите у меня дубль 2 блин не дать не взять потому что да потому в общем то как я и говорил о о люкс это помните нынче это была зимняя варка жигулевская то с таких этих как называется в бутылочках до этого еще были три бутылочки все там счастье кого-то туды то они варят вот для глав пивторга это пиво здесь у нас эль пшеничный особый 1 10 ведра в общем пшеничку я решил сегодня попить и таких вот бутылочек а я уже говорил когда были маленькие сказал что у них есть вот такие с бугельной пробкой но в принципе не наврал да и ничего страшного никто не помнит пять штук их я их закупил будем пробовать вторым видосом первым будет какое-то пиво мы еще не закончились зимним завтра будем продолжать сегодня было воскресенье день святой только саботажек завтра продолжаем с зимним пивом и как зиме ну посвященным зимней тематике уже то есть это не крисмос или и даже с новым годом не написано будет это просто вот с какой-то такой фишечкой зимний что мы можем сказать про это пиво это литровая бутылка смотрите она такая матовая классная аутентичная такая пиво пшеничная нефильтрованная не спастеризована не осветленная с экстрактивностью начального суса 12 но смотрите 12 кстати тут четыре написано крепость а тут алкоголь не менее трех с половиной при двенадцати три с половиной я даже не представляю что такое будет состав вода солт пиварь не смены светлый солт пиварь не пшеничный дрожжи хмель все срок годности 15 суток поэтому у каких-то будет 15 каких-то будет 30 суток поэтому я не хочу с ними затягивать по приезду хочу их все сразу от дегустировать а дальше уже как пойдет то есть это будут или опять же не новинки а вообще то что я еще не успел попробовать из масс-маркета наверно стриповой неделе это все будет смешиваться так розыск у нас 27 12 15 суток получается ни хрена себе она уже все почти или уже все так вот 7 4 дня плюс еще 11 ну нет еще нормально еще живо кстати когда открыл бутылочку давайте сейчас немножко балдею от бугельных пробок кстати фишка в том что всегда вот лицевой стороной и открывается туда вот у кого я видел у всех туда открывается пробка здесь на к себе лицом повернуть и вот он этот волшебный звук сейчас он глухой такой но тоже сильный а там был прямо от твоей звонки и сразу же пшеничкой запахло баночки я сразу же почувствовал но они тоже блин опять печеньки в общем цвет вы видите это пшеничка да не фильтраш такой нормальный в ароматные опять суются печеньки у них во всем пиве печеньки интересно чего это они по ходу используют дрожжи что ли одного штамма на все пиво мы больше я не вижу просто солод нет там разные сорта там все равно солод разный применяется от оборудование да я чё них оборудование с печеньками это какой-то штамм дрожжей у них прям такой свой а адрес то адрес то это у нас башкирия республика башкаркастан но римановский муниципальный район красногорский сельсовет деревня новобеде его улица береговая 10 страна и происхождение россии вот как-то в общем это пшеничка опять с этим налетом печеньки но это очень странно если все будут бутылки сейчас будут с этой печенькой причем печенька она перебивает пшеничку пшеничный аромат то есть вот этот банан от селила он очень слабый так получше но не намного давайте пробовать что нам там сварили для сети разливая главпифторг плятина вкус печенька это фигеть у них одинаковое пиво пшеница да очень слабая я не чувствую ее вообще практически мне опять одна пить одно печенье яд я не чувствую не бананов не пшениц ничего практически есть кислинка от пшеничного пива очень легкая вообще прямо она сразу улетает это очень странно но опять же это очень интересно потому что опять же это без дефектов кстати может это дефект какой-то про который я еще не знаю когда пиво отдает печенькой опять же это без дефектов это имеет свой характер свой вкус необычный но пшеничного вы тут получите мало чего именно вкус пшеницы но видите особый пшеничный особый так что не знаю как этому относиться в принципе если есть такие люди что я вообще сомневаюсь которые пробовали пивой и и смотрят этот обзор напишите как вам вообще это пивоварня у меня все печеньками отдает я даже предыдущие три бутылки вспомнил когда жигулевская зимняя варка пробовал что такое еще вспомнил где-то я эту печеньку чувствовал до предыдущих трех экземплярах и здесь пшенички она присутствует он пшеница больше пошла чем было в общем любопытно это вроде и вкусно это интересно вкусно любопытно это без дефектов поэтому я не могу его назвать плохим в плане стиля скорее всего да это не то хотя вот сейчас начал накапливаться вкус пшенички печенька ушла уходит на второй план и вот уже более-менее уже пшеничное пиво про прослеживается но это интересно блин чек 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 это я думаю где-то было стоило 138 я достану чек из кармана все чеки чудом по накупал и там вот эту линейку я специально купил все в один день это было позавчера перед выездом но вчера я выехать не мог уехал наконец-то сегодня покупал всю линейку перед выездом вот и чек чтобы все вот эти вот бутылочки все пять штук они были в одном чеке чтоб не потерять и будем смотреть сколько это стоит еще учитывая что это литр а не пол литра это за 138 если даже да может она кстати вот это особо и было самое дорогое за 170 там какое-то было короче все будем смотреть уже завтра завтра продолжаем как я уже говорил зимнее пивко ну такой относящийся к зимней тематике но конечно же не зимняя она просто там рисунками там какими-то ссылочками как вот вчерашний этот танджерин не и по было да вот какими-то вот такими скользкими мотивами можно сказать что это новогоднее пиво 0 по крайней мере сварено просто к новому году вот и все все на этом будем прощаться не болейте берегите себя будьте здоровы открывайте для себя новости или пиво это пшеничное пиво особенно если это l пшеничный особый 1 10 ведра то есть один литр открывайте для себя новые пивоварни люкс в принципе могу посоветовать это что-то необычное бездефектное что-то необычное отличающиеся от других соответственно региональных пивоварен тем более варечься там не в каком-то мегаполисе или городе даже элементаром а в деревне да это очень даже интересно кто пробовал обязательно напишите но я чувствую таких вряд ли есть такие люди которые и пробовали еще и на моем канале сидят если бы у меня было там вот 200 тысяч там может и наш даже не может там бы нашлось бы несколько человек а тут конечно смешно об этом говорить ну чем черт не шутит может без подписки кто-то посмотрит кому-то интересно будет это пивоварня и только у меня он ее найдет все на этом будем прощаться а точнее прощаемся завтра увидимся завтра продолжаем как всегда адьос амигос прикольная фраза может постоянно ее говорить